Огромное количество простых кыргызстанцев использовали визу в США для эмиграции. По статистике, только за 2019 год штаты по визе переехали 32,2% заявителей. Однако в 2020 году ситуация кардинально поменяется. 23 января министр иностранных дел Кыргызстана Чингис Айдарбеков сообщил прессе, что правительство Кыргызстана и Соединенных Штатов Америки обсуждают вопрос о возможном ограничении выдачи американских виз гражданам Кыргызстана. Почему Америка ужесточает выдачу виз для кыргызстанцев? Почему Трампу не удастся остановить миграцию жителей Кыргызстана? Какие варианты миграции наиболее реальны для кыргызстанцев? Давайте разберемся вместе. Министр сообщил, что предложение об ограничении внесли американские правоохранительные органы. По его сломам, американцы ссылаются на то, что ограничивают выдачу виз там, где не введена биометрика. Однако это объяснение вызывает сомнения. Биометрика в Кыргызстане, пусть не очень быстро, но внедряется. Гораздо вероятнее, что ограничения вызваны тем, что в прошлом году около 25% кыргызстанцев пересекали границы с поддельными документами. Жулики в Бишкеке впаривали людям фальшивые визы, в том числе шенгенские. Поддельные банковские справки, ненастоящие уведомления о принятии на работу. Естественно, всем тем, кого задержали с фальшивками, въезд в США запрещен надолго. Но их соотечественники тоже попали под пристальное внимание американских правоохранителей. Кроме того, объявлено, что наряду с кыргызстанцами визовые ограничения коснутся также и белорусов, что наводит на мысли о политических причинах происходящего. Если это так, то для граждан этих союзных России стран въезд в США будет затруднен максимально. Жизнь показывает, что любые ограничения, вводимые правительством США, длятся долго, часто несколько десятилетий. Однако, разве что-то может нас остановить? Кыргызы, как и все жители стран СНГ, прошли мощную школу выживания. Благополучная сегодня Америка в последний раз пережила шок, разве что во времена Великой депрессии в 30-х годах. У нас же катаклизмы каждые 5-7 лет. Мы закалены экономическими и политическими потрясениями. Так что голыми руками нас не взять. Мы ехали и будем ехать в США, и никакой Трамп нам не сумеет помешать. Какие варианты возможны? Чтобы открыть себе дорогу к спокойному и обеспеченному будущему, можно рассмотреть вариант с получением паспорта ЕС. Тем, кто действительно хочет легально выехать из Кыргызстана на запад, такой документ открывает широкие возможности. Например, можно получить паспорт Румынии, который уже давно входит в Европейский Союз, хотя еще в 20 веке часть страны входила в состав СССР. С бордовым румынским паспортом можно жить в любой стране ЕС, без виз въезжать в Канаду и легко получить американскую визу, которую собираются отменить в ближайшее время. Румынский гражданин без труда въедет в Штаты по программе ЭСТА, так же как поляки и чехи. Благодаря толерантной политике правительства, получение румынского гражданства занимает не более полутора лет. Кроме Румынии, есть Мексика и возможность легальной иммиграции в США без визы через Тихоа и другие мексиканские города. Как вы думаете, удастся ли Трампу остановить миграцию жителей Кыргызстана? Напишите в комментариях свои мысли и предложения.